Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули, спасибо, что пишете комментарии, до сих пор смотрите, хотя в последнее время я немножко пропадаю, и многие мне припоминают это. Куда ты делась? Айка предала нас, заходят на мой азербайджанский канал, там пишут мне комментарии. По возможности я стараюсь уделять время всем своим каналам. Сегодня у нас, как вы понимаете, мукбанг, здесь у нас лапша, моя любимая, бигпон с курицей. В последнее время я просто беру бигпон в самых обычных пакетиках. Также у нас роллы, я очень люблю роллы мыкать в этот соус и кушать, получается безумно вкусно. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Также у нас здесь колбаска, авокадо, и я очень голодная, честно. Я давно не была настолько голодная. Я с утра ничего не ела, и у меня аппетита не было, потому что я снимала рекламное видео. То есть я откладывала, откладывала, и оставила прямо на последний день. И сегодня мне пришлось встать максимально рано, чтобы отснять этот материал. Не знаю, как бороться с этой привычкой откладывать все на последний момент. Это, конечно, ужасно. Вечером потом ты и заснуть не можешь, потому что завтра уже последние сроки. Какой вкусный авокадо, вы просто не представляете. Роллы я макаю в этот соус. Сейчас мне все будут писать, фу, как можно это есть. Но это очень вкусно. Попробуйте. Просто пять из пяти. Мама в деревне. Скоро я, пожалуй, поеду за ней в деревню. Я хочу немножко там остаться. Мне как-то надоела вот эта городская суета. Раньше я не понимала бабушку, которая, как только погода улучшалась, она прям рвалась в деревню. А мы все отговаривали ее. Что ты потеряла в этой деревне? Что там делать? А сейчас мне реально самой так хочется в деревню. Какой-то вайп атмосферы. Там как будто другая. Ты далек от всех этих проблем. Наверное, завтра или позже завтра поеду. Но опять же, надо посмотреть прогноз погоды. Если там дожди, расслабиться там явно не получится. Тем более, дом тоже очень старый. Поэтому зимой в деревне делать нечего. Хочу купить мясо. Сделать шашлыки. Причем обжарить шашлыки самостоятельно. В ресторанах почему-то шашлыки не дожаривают. Или мне просто так нравится. Ни разу не было такого, что прям я досыта в каком-то ресторане наела из шашлыка. Опять же, я уже боюсь что-то вам обещать. Потому что мне одна из подписчиков написала в комментариях. И вы знаете, она абсолютно права. Она говорит, вот так ты обещаешь, что будешь снимать контент чаще. Мы тоже надеемся, заходим на канал. Потом видим, что видео нет. И это злит. Уж лучше в таком случае не обещай. Логично. Либо я очень голодная. Либо это действительно очень вкусно. Это на самом деле мое любимое сочетание. Я очень люблю лапшу бипон. Недавно со мной произошел достаточно смешной случай. Я не знаю, по крайней мере, меня эта ситуация очень улыбнула. Я вот пока готовилась, вспомнила эту историю и решила вам рассказать нам у банки. Недавно я еду в метро. Я, кстати, частенько еду на метро. Если место, куда я хочу поехать, находится недалеко от метро, с удовольствием могу поехать. Я абсолютно не брезгую общественным транспортом. На борт метро можно поближе как бы увидеть людей. В общем, я еду в метро. Не метро, как обычно, пустое. Сидим мы вдвоем с женщиной. Женщина какая-то лет где-то 50. Где-то возрастом, как моя мама. С телосложением причем тоже. И у нее такая, знаете, вечерняя прическа. А у нас здесь в Азербайджане обычно вот эти певицы, там, шоу-бизнесы и все остальное, они делают подобные прически. Потому что они очень часто выступают на корпоративах, на свадьбах. В основном на свадьбах. Поэтому у меня такая интересная шевелюра достаточно. Она накрашена. И вот на каждой станции, когда останавливается метро, и люди, которые стоят и ждут свою станцию, в общем, все с ней здороваются. И я сначала не обратила внимания, кто именно с ней здоровается. Я начала к ней приглядываться. Думаю, наверное, рядом со мной сидит какая-то звезда, раз все с ней здороваются. Когда метро открывается, закрывается, там вот эти работники, которые стоят и следят за порядком, они каждый с ней здороваются. А людей вообще в метро в этот день очень мало. Возможно, потому что я не в час пик бываю в метро. Я там могу быть вечером или днем, но никак не утром и не в шесть. И где-то через 3-4 станции я сажусь поближе к ней. У меня прям любопытство. я решила задать ей вопрос. Я говорю, может быть, я вас не знаю, вы какая-то певица, они все с вами, говорю, здороваются. И она как начала смеяться. Она говорит, вот такого мне никто никогда не говорил. Она говорит, я просто работаю здесь. Я работаю в метрополитене. А сегодня свадьба моего сына. Понятное дело, эти все сотрудники, это мои коллеги. И они, когда меня видят, естественно, со мной здороваются. Оттуда у меня пазл сошелся. Я почувствовала себя невероятно глупо. Лучше бы я промолчала вообще в этот момент. Какой вкусный авокадо. Он был достаточно крепким. Я подождала. Он у меня в холодильнике. Где-то неделю был. В общем, я-то подумала, что она какая-то певица, актриса, звезда сидит рядом со мной. А оказывается, нет. В общем, я вообще с местной эстрадой не так сильно знакома. Может, с молодыми представителями еще как-то. А вот то, что касается пожилого, то я абсолютно их не знаю, к сожалению. У меня достаточно своеобразный вкус в музыке. Однажды даже у меня брали интервью. Меня спросили, что вы предпочитаете из музыки. И я сказала исполнителей, которые мне нравятся, композиции и журналист такой ухмылкой. Ну и вкус, конечно, у вас. Достаточно грубо. Никогда не пойму людей, которые действительно спорят о вкусах. Вот реально. Некоторые под видео там Бузовы или кого-то еще пишут, кто слушает такое говно. Извиняюсь за выражение. Вам не нравится? Кому-то нравится. Нам всем одновременно не может нравиться одно и то же. И это абсолютно нормально, что у нас с вами разные вкусы и вообще в целом у всех людей. Я очень люблю даже лесгинские песни послушать. И когда люди садятся ко мне в машину и начинают «Фу, что за вкус в музыке!» Вам не нравится? Мне нравится. В чем проблема? Вкусный диза. Жалко, у нас с вами нету ножа. Хотя мы можем сделать вот так. Кто нам с вами запретит? «Фу, что за вкус в музыке!» Обожаю. Хотя раньше не любила вообще эти экзотические фрукты. Никогда не нравились. Села снимать видео и вот ресторан опять начал петь. При покупке недвижимости. При покупке недвижимости. Обязательно. Обращайте внимание, есть ли поблизости ресторан. У нас тут небольшое происшествие. Внутри он такой мягенький. Ладно, все остальное буду кушать за кадром. Видео получается слишком длинным. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok